здравствуйте дорогие мои подписчики садоводы цветоводы и огородники я приветствую вас мои дорогие у себя в гостях и показываю вам что у меня уже зашла циния бархатцы помните мы с вами сажали буквально на третий день все взошло сейчас я покажу вам сейчас вот так вот подвину вот таким образом смотрите бархатцы видите бархатцы и циния зашли первые посмотрите они совсем не вытянутые такие аккуратненькие такие нежненькие обратите внимание прелесть это у меня тут вот так вот поставим здесь у меня циния и посмотрите уже всходит астра видите вот она уже проклюны проклевывается это а строчкой тоже так раскрывается они совершенно не тянутся а вот видите как замечательно прелесть это чуть-чуть попозже астру посадила потому что видели у меня сколько много это надо через день я посеял а вот эту потому что у меня дела тут кое-какие нужно было ездить по магазинам и я посеяла чуть на денек позже то есть вот я уже там взглянула внутри они уже вот-вот должны взойти тоже все набухшие вот таким вот образом здесь тоже астра вот она вся тоже всходит вот она уже набухшая тоже прям вот-вот-вот проклюнувшиеся там вот тоже всходит это вот вот эта серия вот в этой баклажки вот и вот эти вот штучки я подсадила позже вот такая красота все показала вам что уже все проклюнулась кстати мама мне вчера звонила за городом говорит лена у тебя тут твои крутилки колбаски как она говорит они уже все у тебя такие стоят если вы помните я напоминаю вам что мы там сели тыквенные кабачки мы там сели огурчики капуста все 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 стоит в самом наилучшем виде мама говорит давай скорее приезжай к своим питомцам вот так что все взошло что хочу сказать вот смотрите таким значит методом очень хорошо почему потому что в земельку посадишь и ждешь когда же они выйдут когда же они выйдут а тут раз и ты уже видишь что они прям вот перед твоими глазами там начнешь ковыряться в земле смотреть что там с семенами еще чего-то это пройденный этап и большая благодарность тем кто однажды придумал вот эти рулеточки это это самокруточки эти я еще и рулеточками называю потому что все это похоже вот я очень-очень рада этому но это девочки практически то же самое что мы раньше на марлечке прорастание делали вот и на в тарелочке может помните на тряпочках даже просто в кучечку связывали тряпочку и опускали баночку вот несколько таких повязочек с надписями у меня делали мама и бабушка я так делала сестры мне делали вот потому что мы все садоводы в семье папа у меня такой был вообще это нечто такие вещи сооружал вообще везде всякие разные парники все прям золотые руки теплицы у него свои собственные были стеклом правда но были очень хорошие отапливались вот самый лучший вариант это тоже самое но только здесь закрутил а вот и они уже на месте то есть мы здесь что можем я почему еще взошли у меня посмотрела думаю надо снять видео еще почему потому что я не досказала что вниз вот сюда нужно сантиметра 23 нас налить водички а водички наличь точь вот из из баночки с mv101 девочки купите пожалуйста вот я только хочу на нем и остановиться это замечательное средство ну просто нет слов очень хорошая схожи семена обеззараживается обрабатывается они даже плодородие потом создает почвы и все но это ну просто не передать вам насколько крепкие растения будут у вас nv101 попробуйте купите я не первый год им пользуюсь мои дорогие поэтому все что я вам показываю это не первый год никаких новинок нет вот даже те же самые улитки в этом с подложки для поле этот самый подложка короче скажем там почему не обязательно вот и то это второй год я делала вот поэтому сказать так что бац пришло на ум и тут же показала нет конечно потому что это очень ответственно очень ответственно все это лично для меня я вот о себе говорю мама сейчас звонила отчиталась мне девочки девчули мои хорошие что все нормально что в теплице отапливается у нас там два обогревателя они оперативненько молодцы без меня короче взяли на себя все это на этот переживала не знаю как потому что у нас девчули мои дорогие мороз четыре градусов за город ночью было минус днем холодрыга снежище прям хрустел под ногами можете себе представить какой ужас и в городе здесь здесь тоже был снег но он конечно не хрустел но тут конечно в москве конечно не задержится снег он все будет таять а все-таки там за городом это поселок поэтому вообще кошмар 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 никто не ожидал что так будет вот но в теплице все нормально там тепло и хорошо все нормально все взошло все отчиталось мне я только вам говорила об этом и она тут же мне как бы позвонила что все замечательно и капуста вся торчит все 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 вот на самом деле конечно я очень переживала что уехала потому что следить за этим там тоже нужно я знала что вот эти самокруточки зайдут они в принципе сходят они живут закрыты и что им будет им в принципе ничего не будет их можно и не открывать вот и только чуть-чуть проветривать и обратно даже те которые с пакетом тоже могут какое-то время находиться и закрытыми ничего страшного не будет да и еще самое важное смотрите вот эти самокруточки вы должны подсчитать себе когда вы будете высаживать в грунт то есть подсчитать потому что рассада в самокруточках может две-три недели не больше стоять без земли никогда я не оставляю рассаду даже вот в этих рулонах которые в подложку подложкой я не оставляю долго потому что не имеет она там питания не развивается она нормально закладывает она то что ей нужно для того что потом дать нам урожай вот обильный запаздывает намного поэтому я этого не делаю вот цветочки ну кстати если вы не подсчитали если вы посеяли уже то ничего страшного можете раскрутить самокруточку и насыпать туда земельки и тогда вы можете две и три недели еще держать ее и потом бы ее высадите в грунт но но что хочу сказать огурчики огурчики о них хочу сказать огурцы не любят пересадки и с огурцами именно нужно угадать две недели не больше но если вы не угадали опять же берете стаканчики делайте отверстие и сажайте в земельку стаканчиками обязательно и у вас будет очень хорошая рассада заглубить надо до семядольных листочков оставляйте два сантиметра вот так и заглубляю вот то есть те растения которые не терпят пересадки то есть их нужно обязательно не надо засыпать их я не не огурцы не засыпая земелькой самокрутки я их просто беру и сажаю в отдельный горшочек стаканчик и все и потом вы просто будете с этих стаканчиков сажать в тепличку куда вы желаете вот таким вот образом вот нужно подгадывать потому что меня спрашивали об этом я вот извиняюсь не сказала сразу я думаю что все все знают думаю что все это все знает но опять же для новенький кто первый раз конечно это нужно сказать то есть вы запомнили что нужно сюда налить водички обязательно но я думаю что наверное каждый знал поэтому не сказала мой минус в этом извиняюсь и рассада долго не будет держать я не держу ее долго самокруточках и не нужно подсыпьте земелькой если уже пришло время высадить в грунт то в грунт то есть нужно подсчитать вот еще один момент о котором я говорил что я не тороплюсь сеять не тороплюсь вот я начала сеять вы вот заметили только с 10 числа вот во все эти самокруточки и на проращивание ставить семена огурчиков в опилочке вот эти вот семена это тоже не новшество это даже бабушка соседка моя где мы жили в прошлом участке на прошлом участке это был 6 лет назад и 6 лет назад она это делала вот мы вместе с ней это делали то есть в опилке это не новшество я вам не открыла никакую америку ничего вот так что то же самое из опилочки их тоже берете потряхивайте аккуратненько их и прям стаканчик но если вы подсчитали что вы вот-вот посадите прямо вот в тепличку то из вот этих опилочек и из вот этих вот самокруточек сразу можно в теплицу если вы не подсчитали если вдруг погода вот подсчитай как вот вот я подсчитала посмотрите какая погода и неизвестно что еще будет поэтому нужно взять и посадить земельку чем я и займусь когда приеду за городом это этим это я буду делать с огурчиками с тыквами уж тыквами горы с дынями с арбузиками посмотрю как они там вот будут потому что они тоже не переносят дыни это тоже так же как огурчики они выращиваются мои хорошие одинаково я вам покажу новый способ выращивания саду дынь и арбузов это замечательный способ этому научила меня моя сестреночка который зовут иоанна я вам же они говорили это садовод с большой буквы девочки хотя бы краем глаза бы бы увидели ее дом за за городом одессы это нечто там рос столько там столько лили что вы потеряетесь там это это такой это целый я гру не знаю сад в сказка вот но она видите не находится в интернете не снимает виде ничего а вообще практически все мне относятся к этому не знаю как пару по русски подобрать правильное слово сказать вам для них интернет то есть youtube это нечто ужасное то есть они не хотят показываться на всю страну хотя чё я говорю какая страна это и на на все но и на весь мир понимаете поэтому вот так вот одна я как-то так к этому пришла мне сподвиг сын к этому мама вот не хочешь покажи вот в интернете можно вот так и так то есть и поэтому я раньше не показала свой прошлый сад если бы я вам его показала вам бы очень понравился вот ему уже уже 6 лет назад до как его нет моего участка с домом красивым но да ладно не будем огорчаться здесь тоже неплохо все как вот я считаю что уже как бы ответил на все вопросы вот подправит проветривайте и закрывайте вот мои хорошие не знаю что еще сказать вроде на память больше ничего не приходит но если что-то вам не ясно будет то обязательно мне напишите я всегда отвечаю вы все знаете даже кто мне говорит спасибо я в ответ тоже говорю спасибо не забудьте пожалуйста купите кто не купил нв но это просто прелесть мне очень нравится растение которые выращены с мв вот жаль что я не сняла я хотела сделать но просто у меня нет времени девочки кругом кругом я и там и сям поэтому не хватает на все времени я хотела с эпином замочить и хотелось nv101 энергенчик тоже но он энергенчик чуть как бы повыше чем эпин вот так скажем а nv101 это вообще нечто и надо было мне по отдельности я сделаю на следующий год вот такой вот обзорчик то есть посею с разными видами стимуляторами роста и вы посмотрите какой из них лучше хочу вам сказать что он в 101 вот просто вот на глазах прям все такие крепкие растения такие прямо они не будут болеть мои хорошие нисколечко и обязательно прикупите фитоспорина пусть у вас его будет много он у меня для всего я все обливаю понимаете даже деревья ну все 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 вокруг деле все проливаю это и как плодородие почвы это все микробы убивает ну ну просто прелесть кстати хочу вам сказать если у кого-то плохо перезимовала роза и знаете на розах наверно все знают когда она запревает то такой белый налет какой-то такой так я хочу вам сказать если еще то если только налет а не начала гнить то вы пожалуйста можете развести этот фитоспорин развести его покрепче и обмывать вот эти места роз и и других вот кустарников где у вас вот таким образом все это всплела сплесневела вот плесень такая белый такой налет вы можете промыть и это очень хорошо поможет очень хорошо помогает смородину опрыскивать крыжовник то есть от всего это это нечто это на вес золота фитоспорин я пользу пользовалась эти очень много лет и мне это очень нравится и что и вам советую в этом ну все на этом я заканчиваю свое видео желаю вам удачных хлопот вашем саду чтобы у вас всегда было хоро было хорошее настроение потому что оно самое важное для нас садоводом садоводов чтобы вот это вот настроение было на высоте для того чтобы мы могли ухаживать за своими растениями с теплым с теплом с добротой с любовью потому что без этого они не ответят нам той же самой любовью понимаете а это растение она чувствует это же это же вы эмбриончики это живое мы им дали жизнь и мы должны за ними ухаживать так как мы даем жизнь своим детям и они требуют ухода и воспитания и так далее мои дорогие ну все напоминаю вам что вы были в гостях у елены в квартире вот и сегодня я показала вам как уже взошли наши растюшки которые мы с вами сеяли в самокруточку вот и опять мне звонит мама наверное все пока пока